Спасибо за внимание. В последние годы, последние 20 лет наблюдается неуклонный рост заболеваемости. Отчасти это связано с улучшением критерий в диагностике, но учитывая, что достаточно большое количество случаев заболевания выявляется и в западных странах, и в странах азиатского региона, и в разных странах в плане экономической ситуации, очевидно, что тут дело не только в диагностике. Действительно, заболеваемость растет. Проблема с расстройствами аутистического спектра в том, что их патогенетические основы до конца непонятны. Это действительно разнородная группа нарушений, и подвести какой-то общий знаменатель под них достаточно трудно. Однако есть одна достаточно перспективная теория, выдвинутая достаточно недавно. Это так называемая дофаминовая гипотеза расстройств аутистического спектра. Она подразумевает под собой достаточно логичную конструкцию, что начинается все с нарушений синаптической пластичности в ранний период развития. Это приводит к неправильной закладке нейронных цепей, в том числе к нарушениям в мезокортиколимбическом дофаминовом пути. Естественно, это приводит к нарушениям в мотивационном поведении, в нарушении поведения, связанного с подкреплением, в том числе и к снижению социального интереса. В целом, эта гипотеза достаточно логичная и обладает хорошей объяснительной силой, но вот проблема, что эмпирических доказательств не очень много пока что. Проблема с расстройствами аутистического спектра в том, что по большей части это идиопатическое заболевание. Если взять какие-то синдромальные формы, например, синдром ломкой X-хромосомы или синдром Рета, который связан с X-хромосомой, то это от силы 15% вклада в общее количество случаев заболевания. То есть очень много, хотя там патогенез очень четкий, очень понятный. В основном причины не столь ясны, и, соответственно, нужны какие-то адекватные модели. И мыши линии БТБР, они как раз-таки являются такой достаточно интересной и активно исследуемой моделью именно идиопатического разу. И действительно они находят много общего с теми нарушениями, которые мы можем обнаружить у пациентов с РАЗ. В частности, у них есть схожие нейроанатомические изменения. Например, снижена плотность и толщина коры головного мозга. Отсутствуют мозолистые тела, эта аномалия также достаточно часто встречается у пациентов с РАЗ. Снижена практически до полного отсутствия комиссура гиппокампа. И присутствует целый набор нарушений в нейротрансмиттерных системах, которые затрагивают и глутаматную систему, и гамк, серотониновую нейротрансмиссию. И, конечно, что нас особенно заинтересовало, дофаминовую нейротрансмиссию. Я здесь привел данные статьи с КВИЛа, с коллегами 2014 года, которые впервые показали, что у мышей линии БТБР нарушена дофаминовая нейротрансмиссия. Они, в частности, вводили ингибитор дофаминового транспортера. И у нормосоциальных животных, это мыши линии С57-БЛЭК-6, то есть у них можно увидеть значительное увеличение объема крови в головном мозге, измеренного с помощью ФМРТ. Это свидетельство о том, что значительное увеличение количества дофамина в проекционных областях произошло. В то время как у БТБР это наблюдается в значительно меньшей степени, то есть намного-намного слабее. Этот же коллектив установил, что проблема лежит не в транспортере и не в ферменте, который синтезирует дофамин. Проблема находится в дофаминовых рецепторах. Они, в частности, показали, что, скорее всего, у мышей БТБР снижена функциональная активность дофаминовых рецепторов второго типа. Что достаточно интересно, поскольку эти рецепторы выполняют ауторегуляторную функцию и таким образом могут негативно регулировать синтез и секрецию дофамина. Мыши БТБР, конечно же, интересны не только своими нейрохимическими, нейроанатомическими изменениями, конечно же, нас интересует и их поведенческий фенотип, а он повторяет классическую триаду аутизма. То есть это повторяющееся поведение, то есть высокий уровень стереотипии, это сниженный социальный интерес и небольшое сниженное число социальных взаимодействий. Мы задались целью проверить, во-первых, как у них происходит ассоциативное обучение, поскольку эта область каким-то образом все-таки выпала из поля зрения исследователей. Много очень внимания уделено социальному взаимодействию этих мышей, по понятным причинам, а вот как-то обучение отошло на второй план. А оно в плане изучения взаимосвязи с дофаминовой системой, конечно же, было бы интересным и перспективным. Мы разработали вот такой дизайн, когда мы поместили мышей в индивидуальной клетке в систему Феномастер, и благодаря специальному модулю, который позволяет тестировать в условиях домашней клетки ассоциативное обучение, так называемый модуль оперантная стенка, мы исследовали в течение нескольких дней ассоциативное обучение у этих мышей. Там имеются три отдельных задачи. Первая задача ознакомительная, когда подается звуковой световой сигнал, предъявляется такая пилета вкусная для мышей, разумеется. Это пищевое подкрепление, которое должно заинтересовать мышей. И на следующий день, когда задача усложняется, им нужно выполнить определенную последовательность тычков носом в специальное отверстие, подсвеченное светом, вот это пищевое подкрепление как бы стимулирует их выполнять эту задачу. На третий день теста им необходимо по памяти, без световой индикации, вспомнить, что нужно совершить тычки носом и получить пищевое подкрепление. В принципе, достаточно несложная последовательность действий, но мы увидим, что БТБРы в этом отнюдь не хороши. То есть на первый день эксперимента мы в ознакомительный день увидели, что интерес к пищевому вознаграждению мышей БТБР по сравнению с нормосоциальными мышами C57-6 примерно одинаковый. То есть в целом они испытывают интерес к пищевому подкреплению. Есть данные о том, что эти мыши БТБР хуже различают сладкое, хуже различают вкус умами. Это связано с тем, что у них присутствует мутация в рецепторе инозитол-3-фосфата, которая как раз-таки за вкусовую чувствительность в значительной степени отвечает. Эта мутация даже вынесена в название этой линии. Но загвоздка в том, что пеллеты, которые предъявляются этим мышам, они в большей степени жирные. А известно, что мыши БТБР предпочитают жирную пищу, той пищи, которая содержит большое количество карбогидратов. Соответственно, мы угадали с пищевыми предпочтениями БТБР, и видно, что несмотря на существовавшее раньше возражение насчет использования пищевого подкрепления для этих мышей, его можно использовать, действительно. Если правильно подобрать, то в целом подкрепление пищевое их может заинтересовать. Но самое интересное начинается на следующий день, когда мыши C57 Black 6 совершают достаточно большое число тачков носом, получают максимально возможное количество пеллет, и тратят на это статистически достаточно много времени. мыши БТБР совершают меньше, гораздо меньше тачков, естественно, не получают практически никаких пеллет. То есть такое ощущение, что они не могут эту задачу усвоить, что нужно не только в центральный фидер тыкаться носом, где есть пеллетка, а нужно совершить какие-то тачки, нужно поменять свою программу. И гораздо хуже все, конечно, происходит на третий день эксперимента, когда нужно воспроизвести эту задачу по памяти. Видно, что они еще и меньше времени начинают на это тратить, то есть они даже и не стараются особо совершать какие-то тачки, они просто, можно сказать, сдаются. То есть видно, что они не способны ни усваивать учебную задачу, ни переключаться между ними. То есть это в значительной степени соответствует вот такому поведению, основанному на стереотипии. Мы также, кстати, проанализировали двигательную активность этих мышей. И в целом можно сказать, что у опытных животных по сравнению с, например, опытными мышами C57 и БЛАК-6 и с контрольными мышами двигательная активность сильно не меняется. Какая-то некая аномалия в двигательной активности у контрольных мышей БТБР происходит, из-за чего в среднем пройденный путь у мышей вот этих вот групп различается. Но если сравнить, например, экспериментальную группу БТБР, которые проходили обучение мышей C57 и БЛАК-6, то есть можно сказать, что какой-то значительной разницы в двигательной активности не наблюдается. То есть чтобы сказать, что они были более пассивными и так далее, нет, это совсем не так. Дальше мы проанализировали потребление пищи. Действительно, мыши БТБР едят намного больше, чем норма социальной животной. Это, в принципе, не новость. Это известно для данной линии. Интересно то, что мыши БТБР опытной группы по концу эксперимента начинают потреблять меньше пищи, чем контрольные мыши той же линии. И для нас это является свидетельством того, что пищевое подкрепление, которое они получили в первый день тестирования, все-таки для них не прошло бесследно. Они обычную пищу, невкусную, скажем так, они предпочитают меньше. Они как бы ожидают каждый день пищевое подкрепление, но не получают его. Однако интерес к обычной пище у них снижается. То есть это такое косвенное, можно сказать, подтверждение того, что пищевое подкрепление имеет для них значимость. И не получая его, они его все-таки ожидают в каком-то виде. Ну и похожая картина наблюдается с потреблением воды. И опять-таки это тоже все достаточно сильно взаимосвязано. Меньше едят, меньше пьют. Дальше мы проанализировали экспрессию дофаминовых генов. Надо сказать, что указанная мной работа с Квиллос, с коллегами они пытались найти изменения в экспрессии дофаминовых рецепторов, но они, кажется, искали не совсем там. Они искали в стариатуме. Однако самое интересное, что изменения транскрипции наблюдаются во фронтальной коре и среднем мозге. И причем наблюдаются увеличения между линиями, между линиями C57-BLK6 и БТБР, которые не проходили обучение. Видно, что у мышей БТБР уровень транскрипции и в корее, и в среднем мозге выше. Особенно это касается Д2-рецептора. Причем интересно, что после обучения транскрипция Д2-рецептора снижается, а также снижается транскрипция катехолометилтрансфераза, которая участвует в метаболизме дофамина, в катаболизме, точнее. Также мы проанализировали экспрессию белков дофаминовой системы. И здесь можно заметить, что очень интересно наблюдается как раз-таки сильная тенденция к увеличению уровня белка дофаминового рецептора второго типа. То есть можно говорить в некотором смысле, эти данные совпадают с транскрипцией, можно говорить о синсетизации этих рецепторов. То есть искали изменения в экспрессии в одной области мозга, но обнаруживаются они совершенно в другой. Возможно, здесь как раз-таки кроется причина в том, в их, скажем так, аномальном ответе на активацию дофаминовой системы, поскольку дофаминовые рецепторы, как я уже говорил, выполняют ауторегуляторную функцию. Таким образом, если подвести итог, можно сказать, что действительно рецепторы дофамина и ферменты, участвующие в его катаболизме, связаны с аутистически подобным фенотипом. И я могу от себя добавить, что дофаминовые рецепторы второго типа действительно могут быть мишенью для дальнейшей фармакологической модуляции. И, возможно, воздействуя на эти рецепторы, можно как-то изменить и ассоциативное обучение, и может быть социальный интерес у данных животных. Хочу поблагодарить в конце своих коллег, которые помогали мне с проведением этого эксперимента. Это Татьяна Витальевна Ильчебаева, это моя студентка Александра Щабакова, руководитель нашей лаборатории Владимир Науменко. И также, пока у меня есть еще пара секунд, пользуясь, так сказать, на правах рекламы, хочу пригласить всех в специальный выпуск журнала HGMS, который посвящен серотониновой системе. Вот есть сейчас дедлайн до 15 октября, но я, правда, не сомневаюсь, что дедлайн будет продлен. Если кто-то занимается серотониновой системой, я буду очень рад, если у вас будет какая-то работа, и вы захотите ее в этот спецвыпуск прислать. Что ж, благодарю за внимание, жду ваших вопросов. Антон Сергеевич, большое спасибо. Все наши докладчики очень пунктуальны. И так как у нас один доклад выпал, то есть две минуты. Пожалуйста, к микрофону проходите. Спасибо вам за интересный доклад. Два маленьких вопроса. Скажите, есть ли какая-то разница в количестве синапсов у этих животных? Потому что есть же теория о том, что аутизм – это когда очень много синапсов, которые после рождения не отмирают. И второй маленький вопрос. А что у них с немедленно раненными генами? Точно так же ли они инфицируются на аутизм, на какую-то когнитивную, наоборот? Я хотел бы ответить кратко, но, наверное, не получится. Мыши БТБР удивительны тем, что мы с коллегами, на самом деле, в начале этого года у нас вышла статья, где мы проанализировали транскриптомы и протеомы. Ну, как сравнили, провели, так скажем, сравнительный анализ открытых данных по транскриптомам и протеонам. Мыши БТБР еще и сравнили с человеком с аналогичными данными. Оказалось, что в целом у них изменяются гены, ответственные за аксоногенез, ответственные за ВНТ-осигнелинг, но это не совсем те гены, которые меняются, например, у человека. То есть можно сказать, что у них нарушение происходит синаптической функции, но это выражается скорее не в увеличении количества синапсов, то есть не в нарушении прунинга, а скорее в неправильной ориентации нейронных связей. Вообще можно сказать, что это модель такой конвергентного развития аутистически подобного фенотипа. То есть гены ломаются, похожие на те гены, которые ломаются у человека, примерно это уже более-менее эта область известна, но немножко другие. Однако по итогу получается примерно тот же самый аутистически подобный фенотип. Поэтому эта модель в принципе интересна, поскольку она вскрывает какие-то базовые и общие механизмы нейронно-генетических заболеваний. Так, если говорить конкретно, да, количество синапсов у них существенно не увеличивается. То есть дело в неправильной связи между различными областями мозга и между субпопуляциями нейронов. Скорее всего, вот в этом проблема. Спасибо большое. Мы должны двигаться дальше. И следующий...